Друзья, привет! Перед просмотром ролика рекомендую вам подписаться на мой YouTube-канал Niva007, а также Telegram-канал и Яндекс.Зен Niva007. Приятного просмотра! Мой автомобиль 2131, 2018 года, ноябрь, 42 тысячи пробега, три самоблока сейчас в моем невастике стоит, SRPM стоит от Satax, с ихним дифференциалом повышенного трения, сейчас у меня в раздатке стоит самоблок от AVT и задний редуктор тоже стоит дифференциал повышенного трения от AVT, по-моему, на 8 кг преднатяга. И знакомьтесь Pajero IO. Привет! Привет! Расскажи про свой автомобиль. Рио, 1998 года, 2 литра, 125 лошадей, 130 лошадей, конструктивно Super Select стоит, блокировка дифференциала, сзади самоблок штатный, LSD повышенного трения, да, на собственно все, резина грязевая, кросс-макс китайская, 245 на 75. Да. Чуть-чуть лихтованный. Итак, смотрите, сейчас поймете про что говорим. Здесь стоит резина, грязевая, у меня стоит, ну, шоссейка, я не знаю как, Матадор и Зарда, все считают по-разному. Выглядит вот таким образом. Вот, сейчас мы хотим сравнить, вот есть у нас такая горочка, вот мы приехали, это, в принципе, на самом деле так происходит. Приехали мы на Урал, вот, спустились, а выехать нам тяжело, мы не можем выехать. Горочка, ну, градусов, я не знаю, 40, наверное, есть, да? Да, где-то да. Да, около 40. Опять же у нас, как и везде, ПГС. ПГС это песчано-гравийная смесь, но это тут песок, камушки. Температура 30 градусов, выезд, впереди ступенька, это препятствие, и выезд и поворот идет направо. И попытаемся выехать. Сначала потихонечку попробуем, да, ну, по крайней мере, я. Сначала на повышенной попробую, потом на пониженной, потом чисто на в раздатке самоблока, потом заблокируемся. Ну, все, поехали. Вот автомобиль поднимается, заблокированный, все, встал. Дальше автомобиль не едет. Это в натяг, для интереса попробовали, сразу говорю. Колеса, то есть, мы не травили. Давай, 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 давай. Ну, и для интереса посмотреть, как колесики работают, да? Сзади у него стоит типа самоблока, родного ихнего. Впереди свободный дифферензал. Ещё одна попытка. Ох-ох-ох-ох-ох. Как раз там ступенечка, с задними колесами просто зарылся. Там вот такая ступенечка, вот, и бьемся передним мостом. Сейчас попробуем немножечко левее. Стараемся левее. Не, ну, тут вот разгон маленький. Бесполезно. Сейчас вот поеду на своем автомобиле, посмотрим, самоблоки будут нам помогать, не будут помогать. И опять будет интересно, грязевая резина на данный момент лучше или типа моей трассы. Первой пониженной даже не хватает. Как вы видите, даже первой пониженной на родном занижении, которое идёт с завода, раздатка, не хватает тяги. Как знаете, у меня две раздатки. Одну мы недавно сняли. Там у меня стоит 4-х сателлитный дифференциал от АВТ и занижение 3.07. Сейчас стоит раздатка у меня с родным за занижением и дифференциал повышенного трения от АВТ стоит. И как видите, что на родной раздатке, на первой пониженной, не хватает. Нужно или разгазовывать, или набирать ходу. То есть у меня есть две раздатки. Мне есть чем с вами поделиться. То, что занижение 3.07 в раздатку, это офигенное дело. Если бы на той раздатке ехал, как я проверял, я первую пониженную включал, ноги убирал, и она у меня сама в любые горочки выезжала. То есть на данный момент на второй пониженной, я думаю, у нас бы получилось с вами доехать и выехать. Крутящий момент совершенно другой. Если есть возможность установить занижение 3.07, например, от АВТ, только буду за. И в последующих автомобилях, если у меня будет, сразу с завода буду занижать раздаточную коробку на 3.07. Сейчас покажу, что получилось. То есть получилось, что задний мост уперся в ступеньку. Задний мост провалился в яму, ступенька, передние колеса выехали, но что-то был сильный удар и боюсь, как бы, что бы я там опять не повредил. Заводим и выезжаем. Передний приводный автомобиль, когда заезжал, был такой удар, кардан на месте, все на месте, масла нигде нету. На заблокированном едет, только передок крутит. Вопрос теперь, как отсюда выезжать. Что случилось? Или новый кардан, который от раздатки идет в шрусах, но там не видно, вроде все на месте, все висит. Будем травиться, будем пробовать. Стравились, я развернулся и вот до сюда доехал. Теперь мне нужно подняться по другой траектории на переднем приводе, докуда я смогу доехать. Там цепляемся за Туарег и будем как-то, не знаю, выезжать. За счет того, что стравились, более-менее едем. Вторая пониженная, докуда доедем? Ну вот, поднялся, встал. И сейчас будем цепляться и, не знаю, или Макс, или Туарег попробуем потянуть. Так, ну что, как-то мы выехали. Приехал из Удзе Родео Макс, меня вот вытащили. Ни как. Максимальный разбор. Вот примерно так же, вот у меня тоже в том же положении машина встала. Только был удар и что произошло на данный момент, не знаю. Сложный участок и подъем. Выехал. Ну, бля, красавчики, а. Фух, пылище. А у меня почему что-то опять оторвалось. Вот и думаю, что покупать и на чем ездить. Он сейчас был? Нет. Он просто поверил в себя. Ребят, здесь на полметра песок сухой. Бесполезно здесь выйдет. Да, здесь надо ход разгоняться. На последнем издыхании получилось. Ну вот, смотрите, что получилось. Просто металл в шлицах оторвало. Новый кардан. Вообще жопа какая-то. Сейчас мне надо подвесной откручивать. Здесь неудобно. И придется опять, наверное, снимать полностью задний. Что произошло? Новый кардан. Вот он. Только установили. Два дня. Вроде бы заводской. С грузиком. Просто не выдержал металл. Обломило металл. Еще который, кардан желтый, подходит к заднему редуктору. Вот эти вот болты с гайками новые абсолютно. Ни хрена не откручивается. Вот этот вот паз, как вам показать-то не знаю. Ну короче, вот здесь что ли показать. Вот такие вот они с пазом идут. Прокручиваются. Отвертку обычную подставляешь, все равно прокручивают. Пока не привезли большую отвертку, плоскую, широкую. Только тогда стали более-менее откручиваться. И грел, и чего только не делал. Вот есть такие нюансы. Надоело, ребята. Пад надоело. Честно сказать. Денег просто куча уходит. Ладно, накачался колеса. То есть стравливал, чтобы выехать. Будем ехать сейчас домой. Не искупался, не поели, не чай не попили. Вот. Вот поставил пороги на свой автомобиль. Вот. Сделал новое крепление там. Сейчас это вот так примерно выглядит. Для зимы удобно. На них вставать можно. Что-то там с крыш выбирать. Вот. Ладно. Поехал теперь опять на переднем приводе. Домой. И уже надо будет заказывать уже не шрусовый. А уже искать, чтобы было именно на крестовине. Это же часть кардана, которая приходила мне под рекламу от SM Profi. Это серп и молот. Там у меня развалился шрус. Вот. Ездил я на переднем приводе. Потом товарищ мне говорит, Виталий, у меня в гараже стоит, говорит, приедь забери. То есть вот эту часть я приехал, бесплатно совершенно забрал. За что спасибо. То, что вот я установил и катался. Чай кардан. Здесь мы разобрали. Смазка была. То есть мы добавили смазку. Вот. В подвесной. И вот сейчас вот стал рассматривать его. Что ж это за кардан. Вообще похож, конечно, на серп и молот. Скажу сразу, он легкий. Или он китайский. Потому что срез ровненький. То есть было небольшое усилие. Качество металла, возможно, говно. И, возможно, он китайский. Потому что опознавательных знаков. Чей он. Но нету. Абсолютно нету. Шрусовая часть. То есть он. Вот даже пыльник на месте. Вот все видите, да. Подшипники все на месте. Просто срезал металл. То есть нагрузку не выдержал этот металл. Или сплав легкий. Что непонятно. В гараже у меня лежит новый шрусовый кардан. Полностью длинный. Давно уже приобретал. Он именно заводской. Именно новый. Или вот эту часть я сниму с того. Но я буду знать, что он заводской. И там написано, что это серп и молот. Так. Что мы решили. Смотрите. Вот этот кардан серп и молот. Который мне под рекламу желтым присылали. Сэмпрофи. Здесь у меня он разобрался полностью. Подшипники все повылетали. Но сам кардан в принципе целый. То есть он целый. Только единственное, что вот этот шрус надо будет заменить. Потом мы поставили вот этот вот кардан. Целый. Вот. Здесь у него шрус короткий. Как бы здесь вот подлиннее было. Здесь короткий. На этом кардане у нас он сломался. То есть просто сломался. Начал думать, где брать мне другой кардан. Потому что это все стоит охрененных денег. На этом кардане мы подвесной смазали. То есть он как бы новый кардан. Ну и решили с двух собрать один. То есть купил вот чехол такой сюда. То есть мы вот этот вот шрус снимаем. Здесь же шток целый получается. Снимаем. Здесь ремонтный чехол одеваем. И сюда вставляем. И получается у нас заводской кардан. С новой шлицевой получается. И подвесные поменяем. Так как этот подвесной уже много прошел. А этот новый и смазанный. Мы их местами меняем. И получается мы с двух соберем один кардан. Так ребята. Вот два кардана у нас. Который первый. Вот этот заводской. Ну не тоже заводской. А который под рекламу мне присылали. С СМ профи желтым. Тут рассыпался. И это мы другой поставили. Производитель непонятный. И вот Александр. Хотели мы из двух собрать один. И вот Александр говорит не подходят. Валы тоньше. Здесь вот. Ну я не знаю на видео будет. Нет видео. Вот этот вот типа заводского. Да. Он толще. Он толще. Шлицы. А этот тоньше. А этот тоньше. Видимо поэтому его и сломал. Ну и соответственно гранаты. Они не подходят сюда. По шлицам. Да. И разница в стопорных кольцах. То есть на заводском. Вот такое стопорное кольцо. То есть граната одевается. А потом фиксируется. А на этом было внутреннее. То есть она внутри стопорное кольцо. Ну я понял. То есть она одевается. А здесь ну то есть ничего нет. Получается. И он прям. Ну тут их и повернул сначала зуби. Вон что с ними сделал. Вон даже как. Их сначала повернуло. А потом сломало. Сломало. Ну он тоньше. Он прям явно тоньше чем. Ну это явно какой-то кооператив. Да. Или китайский. Или кооператив. Да. Потому что даже подвесной новый. Но он весь шумит. Хотя мы его и смазали даже. Да. Ну ладно будем ставить заводской. Новенький. У нас не получилось с двух карданов собрать один. Потому что там шлицы другие. Вот этот вот кардан чисто заводской. Он у меня два года лежит. Покупал давно. Это я знаю сто процентов. Это чистый завод. У него и чехлы другие. Труба короче. Сам шток длиннейший идет. Вот. И подшипник подвесной здесь. Работает совершенно по другому. На тех двух. Тот один серп и молот. Средний который сломался. Хрен его знает что за кардан. Мы подвесной там смазали. И все равно он шумит. Здесь смотрите. Подшипник не слышно. Совершенно по другому работает. То есть. Если брать качественные заводские. Они будут. Как завода. Когда ставишь. И когда машина завода. Да. Ходит запчасти долго. Я думаю. Что вот этот вот. Мне прослужит. Он. Надеюсь. Долго. Пока не найду. Хороший. Качественный. На крестовинах. По поводу. То что я сделал. Лифт. Плюс 50. Вот он шланг. Тормозной. Задний. Так как у меня ABS. Тут мама. Мама стоит. Вот. Такой вот. Короткий. Ну как короткий. В принципе. Рабочий. Все работает нормально. Сделал лифт. И он. Когда я. Вывешиваюсь. Постоянно. В напряг. Начал искать. Я шланги. Долго искал. Заехал. В спецтехнику. Вот так вот. Смотрите. В принципе. Сантиметров. На 6. Наверное. Длиннее. Это вот 50. А это наверное. 40. Может. Где-то так шланг. И все. Вот эти шланги. Поставим. Тормозные. Я вам сейчас. Покажу. Код. Вот. Так вот. Кому надо. Ищите. Код есть. Название есть. Посмотрите. Кому надо. Я думаю. Нормальный будет вариант. Вот. Никаких переходников. Ничего не надо. Резьба. Одинаковая. Поставим. Стали ставить новые шланги. Удлиненные. И. Нюанс. Надо рассверливать. Надо брать кукурузу. Ну. Такое сверло. И рассверливать. Эти. Потолще. И не помещаются. А так. Вот. Насколько они длиннее. То есть. У нас будет. Запас. Эти видите. Уже. Все. В напряге прям. Вот. Рано или поздно. Все равно порвется. А эти будут. Вот так. То есть. Запас еще. Хода будет. Подвески. Вот. Поставили новый. Пока еще не закручивали. Но. Подвесной. По этим. Отверстиям. Не подходит. Вот. Поставили. Белые точки. Примерно здесь. Просверлим. И. Закрутим. Уже. В таком положении. Как вот он стоит. Потому что. Если закручивать. В заводские. Отверстия. То получается. Подвесной. Немножко. Как бы. Вот. Насколько. Он. Идет. На. 50 сантиметров. То есть. Вот так. Будет выглядеть. Рассверлили. Морковкой. Все. Встает. Все. Отлично. Разобрали. Кардан. Атсм. Профи. Просто обслужить. Смазать. Метки. Поставили. Чтобы. Не нарушить. Балансировку. Да. Наверное. Да. Вот. Вот. Насколько. Вот. Он. В принципе. Выходит. Сантиметров. 10. Да. Относительно. Большой. Нормальный. Ну. А так. Пошли. Сам. Ровненько. Все. Четенько. Ну. Вот. Поставили шланги. То есть. Мост. Полностью. Вывешен. То есть. У нас. Машина. Вот. Стоит. На. Подъемнике. Сейчас. Мост. Полностью. Вывешен. И. У нас. Есть. Запас. То есть. Уже. Ничего. Ничего. Не порвет. А то. С теми. Ездил. И. Переживал. Постоянно. По. 300 рублей. По моему. Шланг. То есть. В среднем. 600-700 рублей. Шланги. Стоит. Full. Стоит. К易. Субтитры сделал DimaTorzok